Здравствуйте! Как хорошо, что вы смотрите на сейчас. Но благодарность не умеет помнить. Так написал Фридрих Шиллер в одном из своих произведений. Часто подобное происходит и с нами, не так ли? Часто мы просим о чем-то, но забываем поблагодарить, как только получаем то, что нам нужно. Особенно это касается наших отношений с Богом. Это один из уроков, который мы можем извлечь из нашей сегодняшней проповеди. Другие темы, которые мы затронем сегодня, это «Можно ли уповать на Бога? И касаются ли библейские обещания нас?» Например, обещание Бога Павлу о том, что ничего плохого с ним не произойдет. Ответы на эти вопросы вам сейчас даст пастор Кристиан Вегерт. Его проповедь называется «Обещание сдержано». Давайте сейчас обратимся к деяниям святых апостолов. Мы уже дошли до последней главы, но сегодня еще не заканчиваем с этой книгой. Пока мы повременим с этим, в этой главе есть очень много истин, и мне хочется, чтобы мы ничего не упустили. Давайте сейчас встанем и откроем 28 главу «Деяния святых апостолов». Сначала прочитаем стихи 1 и 2. «Спавшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит, и на племеннике оказали нам немалое человеколюбие. Ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли нас всех. Аминь». Сегодня мы окажемся у костра на острове Мелит. На этом закончим, а вы можете присаживаться. Пожалуйста, садитесь. Мы помним, что происходило в нашей истории раньше. Римляне арестовали Павла, его спасли буквально в последнюю секунду, когда народ уже собирался его линчевать. Два года он провел в заточении в темнице, но потом на одном из допросов он заявил, что поскольку он является римским гражданином, его нужно доставить к императору в Рим. То есть он потребовал, чтобы его доставили в Рим, чтобы там рассмотрели его дело. Ему не могли вмениться никаких серьезных обвинений. Державшие его в заточении, люди мучились в догадках. «Зачем мы вообще держим его под стражей?» И тогда римскому сотнику Юлию и подчинявшимся ему воинам поручили доставить этого узника из Кесарии в Рим. По пути туда им пришлось пересесть с одного корабля на другой. Поскольку дули сильные ветры, их корабль поплыл вдоль берега и заходил в разные порты. Потом они пересели на другой корабль и попали в сильнейший шторм. Об этом Лука сообщает нам в 27 главе. Море бушевало целых две недели. Довольно много. Это была очень сильная, традиционная для тех мест, осенняя буря. Люди, бывшие на корабле, думали, что они не переживут этого. Они потеряли всякую надежду на спасение. И вот что сообщает нам Лука в Деяниях. Мы прочитаем далее. «Но как многие дни не видно было солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. И ситуация действительно была безвыходной. Но произошло чудо. Моряки, узники и воины в итоге были спасены. Они наткнулись на песчаную отмель. В итоге передняя часть корабля в ней застряла, а задняя часть разбилась под силой волн на много кусков. А воины хотели убить узников, потому что боялись, что те убегут. Но потом сотник скомандовал оставить их в живых. Те, кто умел плавать, прыгнули в воду и поплыли в сторону острова, а те, кто не умел плавать, ухватились за обломки корабля и тоже смогли спастись. В этих двух стихах, что я прочитал, мы можем видеть, что Бог сдержал свое обещание. Именно такой урок вы должны извлечь для себя из первой части нашей проповеди. Бог держит свои обещания. Лука завершил 27 главу такими словами. И таким образом все спаслись на землю. А 28 глава открывается такими словами. «Спасясь же». Оба этих стиха подтверждают, что Бог сдержал свое обещание, которое Он дал Павлу в самый разгар бури, когда бушевала буря, хлестал дождь, дул сильный ветер, и у людей не осталось уже никакой надежды. Тогда Бог обратился к Павлу. Он обратился лично к нему, а потом Павел собрал всех, кто был на корабле, и сообщил им, «Бог сказал мне». А что Он ему сказал, вот об этом мы сейчас с вами и прочитаем. «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесарем». И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи. А вот что сообщил Павел тем, кто был с ним на корабле. «Он не был моряком, но он был Божьим человеком, ибо я верю Богу», сказал он людям на корабле. «Я верю, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров, и так оно и произошло, и таким образом все спаслись на землю». Спасясь же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Видите? Бог сдержал свое слово. Мне кажется, мы должны сделать небольшую остановку на этом месте. Как часто в вашей жизни исполнялись ваши молитвы, в которых вы молились о том, чтобы Бог вас берег? Как часто вы были свидетелем того, что исполнялись Божьи обещания? Как же часто наши молитвы о защите бывали услышанными, и как часто мы при этом забывали поблагодарить Бога за то, что Он услышал наши молитвы? Поэтому мы должны применить эти библейские слова к себе. И таким образом. То есть, так оно и было. Не забывайте о том, что Божьи обещания выполняются именно так. Да, они выполняются именно так. Мы часто не благодарим Бога. Когда мы недавно побывали в Украине, мы встретились там с братьями, приехавшими из восточных областей и Славянска, и Краматорска. Они проехали 400 километров до города Днепр, чтобы встретиться с нами. Вы наверняка знаете, что неподалеку от этих двух городов, где находится много дружественных нам церквей, проходит линия фронта. Там до сих пор идут бои. Об этом практически не сообщают в наших СМИ, но там каждый день стреляют. Наши братья периодически ездят туда и привозят в деревне, лежащие на линии фронта, пакеты с продуктами. Но, естественно, они привозят туда не только гуманитарную помощь, они несут и благую весть. Местный диакон по имени Андрей рассказал нам, что, когда они бывают там, им удается поговорить и с солдатами и принести благую весть и им. Последний раз, когда я там был, рассказал Андрей, я проповедовал целой группе солдат, и среди них нашелся один, который поднял на смех нашу веру. Он сказал мне, мне твой Бог не нужен, и после этого стал высмеивать молиться Бога и Иисуса и все остальное. И тут раздались выстрелы. Все упали на колени и стали молиться Бога о защите. Тогда слово взял диакон Андрей. Он начал молиться Богу о том, чтобы он уберег всех, кто там был. И тут он открыл глаза и просто не мог поверить тому, что он видел. Тот солдат, что смеялся над нашей верой, тоже опустился на колени и стал молиться Бога о защите. Он снял с себя кепку, прислонил ее к груди и выглядел очень набожным человеком. И тогда я спросил Андрея, а он поблагодарил Бога за то, что тот ответил на его молитву? И Андрей ответил, нет, когда выстрелы затихли, он просто встал, как будто ничего и не было. Мы не знаем, что Бог сделал сердцем этого человека. Возможно, он еще поможет Богу. Я привел этот пример, чтобы показать, как быстро мы в подобных случаях переходим к обычному распорядку дня. Лука двумя предложениями, которые я прочитал ранее, напомнил нам о том, что обещания, данные Богом Павлу и всем, кто был на корабле, действительно исполнились. Но как же быстро мы забываем о том, как нам помог Бог. Вот почему автор 102-го псалма обращается к нам и к самому себе и говорит, «Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его». Здесь мы видим исполнение Божьего обещания. Он сверхъестественно повлиял на ситуацию. Две недели бушевал сильный шторм. Все, что могли, выбросили за борт. Корабль обвязали, чтобы он не развалился. Вот почему эти слова так важны. И таким образом все спаслись на землю. А спасясь, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Мы можем уповать на Бога. Обещание, данное Богом Павлу, обязывало его. Бог был связан словом сделать это. Тут не может быть никаких сомнений. Мы можем уповать на Бога, независимо ни от чего. Он сильнее штормового ветра, хлещущего дождя и бушующих морей. Даже развалившийся корабль, испуганная команда или намерения солдат убить узников не помешали его намерению спасти Павла и всех, кто был на корабле. Бог показал, что он Господь над ветром, волнами и морем. Разумеется, при этом мы должны не забывать об одной вещи, а именно о том, что здесь речь шла о довольно конкретном обещании спасти жизни Павла и тех, кто был с ним на корабле. Мы должны обратить внимание на то, что это было особое вмешательство в особой ситуации. Поэтому было бы неправильно делать из этого вывод, что это обещание спасения применимо ко всем людям, находящимся в опасной для жизни ситуации. Было бы глупо верить во что-то подобное. Бог в своем слове нигде не оставлял нам расписку, что все так и будет. Бог не говорил, я спасу любого и в любом месте от бури, ветра и кораблекрушения и сделаю так, чтобы их выбросило на остров. Такого обещания Бог нам не давал. Хотя многие рады были бы прочесть в Библии что-то подобное. Бог не давал такого обещания и экипажу и пассажирам знаменитого рейса 93 United Airlines. Этот самолет вылетел 11 сентября 2001 года. Он летел из Нью-Джерси и направлялся в Сан-Франциско. Вы прекрасно помните эту ужасную катастрофу в Америке, когда два самолета врезались во Всемирный торговый центр. Был еще один самолет, который направлялся в Сан-Франциско, но был захвачен бандитами и тогда контроль над самолетом перешел в их руки. Из документов и других материалов, связанных с этой катастрофой, мы знаем, что на борту этого самолета находился человек по имени Тодд Биммер, бывший рожденным свыше, активным и очень деятельным христианином. Он сидел там вместе с другими пассажирами. Есть даже запись чьего-то телефонного звонка, на которой слышно, как Тодд Биммер читает «Отче наш». Пока где-то там впереди бандиты ломились в кабину пилотов, он читал «Отче наш». После этого он предложил сидящим рядом с ним пассажирам рискнуть и попытаться обезвредить бандитов. И они пошли и попытались это сделать. К сожалению, их попытка не увенчалась успехом, но в результате этой попытки самолет по крайней мере рухнул в поле в Пенсильвании и не достиг намеченной цели, которые были Белый дом и Капитолий. У Тодда Биммера не было Божьего обещания, что он выживет. Бог не обещал этому нашему брату по вере и всем остальным, кто был на борту этого самолета, что он их спасет. Такого обещания, которые действуют для всех, попросту нет. Павел получил обещание именно для той ситуации, в которой он оказался. И это обещание не касается всех людей, но есть и другие обещания, которые относились и к Тоду Биммеру, оказавшемуся на борту того самолета. Есть обещания, которые относятся ко всем христианам, оказавшимся и в буре, и в падающем самолете, да где угодно. Например, вот одно из таких действующих для всех Божьих обещаний. «Не оставлю тебя и не покину тебя». А вот еще одно обещание звучит оно так. «Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную, даже когда моя земная жизнь подойдет к своему концу, у меня будет Божие обещание». «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Есть и другое обещание, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Эти обещания действительны для всех. Они действуют для всех христиан на все времена, на всех континентах. И это ни в коем случае не пустые обещания. Бог всегда сдерживал их, и Он всегда будет сдерживать их. Из этих стихов мы понимаем, что Божьи обещания остаются с нами, и их никто не сможет у нас забрать. Когда в вашей жизни бушует буря, что бы ни происходило, Бог не оставит и не покинет вас. Мы также узнаем из этих нескольких стихов, что конец апостола Павла, нескольких то есть время его смерти был определен не какими-то случайными ветрами и капризными бурями, а был установлен всемогущим Богом. Он не должен был умереть тогда. У Бога для него был другой план. Ты отправишься в Рим. Время конца жизни апостола было установлено Богом. То же самое относится и к нам с вами. Начало и конец нашей жизни определяются не неопределенными силами, а Богом. Ибо сказано, и как человеком положено однажды умереть. И это время определяет Бог. Бог желал, чтобы Павел пришел в Рим. Ни волны, ни ветер, ни развалившийся корабль, ни воины не могли помешать этому плану. То же самое относится и к нам с вами. Господь назначил день нашей смерти. Если мы целиком и полностью поверим в это, это окажет на нас успокаивающее действие. И тут мы должны научиться доверять Богу и уповать на Него, как в хороших, так и в плохих жизненных условиях. Мы должны научиться уповать на Господа, ибо Он держит свои обещания. И мы должны поверить, что наша жизнь, что бы в ней не происходило, находится в хороших руках. И таким образом все спаслись на землю. Они спаслись, потому что Бог сдержал Своё обещание. И Он делает так и по сей день, ибо Он не меняется вчера, сегодня и вовеки. Обещание сдержано, так называлась наша сегодняшняя проповедь. Именно это мы в первую очередь сможем видеть в 28 главе Деяний Святых Апостолов. Бог верен нам и держит свои обещания. Но скажите, пастор Вегерт, как мы можем быть уверены, что все так и есть? Во-первых, в Библии сказано, Бог не человек, чтобы ему лгать. Бог это такая сущность, которая не может чего-то сделать, несмотря на свое всемогущество. Например, Бог не может лгать, Он просто не может этого. Бог не способен на такое. Бог это сущность, связанная с истиной, и это находит свое отражение в жизни тех, кто на него уповает. Они без конца видят и слышат разные истории об этом. Мы с тобой как раз являемся людьми, которые могут привести такие доказательства. Мы можем сказать, что Бог всегда исполнял то, что Он обещал. Есть одна просто замечательная песня, которую мы поем в нашей церкви. Ты знаешь ее, Энди, и очень хорошо знаешь. И сейчас я хотел бы прочитать вам слова этой песни для наших дорогих телезрителей. Петь, пожалуй, я не буду, но вот процитировать, конечно, могу. Его обещания вечны. Они будут с нами всегда. Сгореть могут небо с землей, исчезнуть холмы и моря, но знаем мы верой своею, что Бог будет с нами всегда. Именно к таким выводам уже пришли миллионы христиан. И все новые, новые христиане продолжают приходить к этой истине и по сей день. Да, ведь мы должны различать, какие библейские обещания распространяются на нас, а какие нет. Да, и Кристиан очень хорошо разобрал это в своей проповеди. Есть Божьи обещания, которые относятся к людям, находящимся в каком-то определенном положении или ситуации, как, например, Павел и другие, кто был на том корабле. Бог пообещал им, что все они спасутся. Но эти слова относятся не ко всем христианам, путешествующим морем. Некоторые люди в итоге все-таки тонут или становятся жертвами кораблекрушения. Это первая часть библейских обещаний, когда Бог лично обращается к нам и что-то обещает конкретному человеку. Но, например, обещания о спасении касаются всех нас, о спасении вечном. Согласно этому обещанию спасутся все, кто верит в Иисуса Христа. Да, и, наконец, из нашего сегодняшнего отрывка мы узнали, что Бог сдерживает все свои обещания. Как же нам на это реагировать? Когда мы веруем, это логично, не так ли? Когда я убежден, что ты говоришь мне правду, то тогда я тебе верю. А когда мы убеждены в том, что в Библии есть только правда, то мы верим тому, что там написано. Мы уповаем на Слово Божие. Мы уповаем на Господа нашего Иисуса Христа. И благодаря этому у нас появляется надежда, потому что мы многого не видим. Мы живем в этой вере и этом уповании и надеемся, что однажды мы увидим то, что мы сейчас не видим. Тогда в наши сердца приходит мир, а также мы начинаем усиленно поклоняться Богу. Мы поклоняемся Богу, Который есть истина. Иисус сказал, «Я» это путь, истина и жизнь. И эти слова пробуждают в нас большие радость и уверенность. И мы начинаем хвалить, славить и поклоняться Богу, дорогие телезрители. Давайте сейчас все вместе поблагодарим Бога за то, что Он есть истина и держит свои обещания. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы.